Вездный семинар по проекте «Школа молодого керавника» прошел в Речицком районе. Его темой стало обмеркивание перспективы развития и повышение экономической эффективности агропромислового комплекса в области. С подробностями Ганна Каральчук. Подобные семинары для кадровых резервов АПК уже проводились в разных районах в области. В ГТРА с ним собралось 30 специалистов из Калинковицкого, Брагинского, Хойницкого, Речицкого и Лоевского районов. Некоторые из присутствующих уже займают керуючие посады, иншие еще рыхтуются до работы керавника и набирают в опыт. Семинар открылся пленарным поседжением, подчас якого удельники познайомились с основными социально-экономичными показчиками района. На территории нашего района расположено 178 населенных пунктов, из них 175 – это сельские населенные пункты. Территория района разделена на 17 сельских советов, один поселковый и один городской. Численность населения Речицкого района составляет 98 тысяч человек. По структуре населения по территориальному признаку 28% составляют сельские жители, а это практически 27 тысяч человек. 13% населения Речицкого района занято у сельской господарции и больше за треть выработанного ими за год припадает на молочную продукцию. Как доведаться, что собой уявляет молочно-товарный комплекс района и как организованная его работа, удельники семинара отправились на предприемства. Так, одной из кропок стала новая ферма «Агрокомбинат Холмич» на тысячу голов, которую ввели в эксплуатацию в минулом году. На ней працуют 20 человек. Директор «Агрокомбината» Василий Юшкевич пора и у будущих руководителей отказанно подходит до справы, особенно уникать в детали и постоянно повышать свою квалификацию. Тем более, что с допомогой интернета сегодня можно найти любую необходимую информацию и проконсультоваться. Он и сам с готовностью отказал на все вопросы у дельников семинара. Не надо просто бояться и страшиться этой работы. Да, она может показаться такой, ну, все время это сельское хозяйство, все время ты должен на работе, выходные, проходные. Ну, если ты ее полюбишь, эту работу, и если ты будешь ей отдаваться, ну, и создаешь команду для себя, ну, в принципе, ничего страшного нет. Ты можешь находить даже себе свободное время и отдохнуть, и специалистам давать возможность такую, и себе. Ну, да, оно со стороны кажется, что тяжело, но нормальная работа, все время на свежем воздухе. Усих молодых специалистов, окроме годной зарплаты, предприемство забезпечивает жильем. Семейным парам предоставляют новые домы, а холостых размещают в квартирах. Чтобы утримать молодь и створить комфортные умовы для життя, Холмецкий сельсовет зарабил на Мясцовом узровне амальгородскую инфраструктуру. У агрогородку есть спортивная, музычная, агульная адеквативная школа. Крамы, больница, лазня и ведомо Центр культуры Ромёсту, який працюю уже 10 годов. В нашем учреждении работает 11 клубных формирований и любительских объединений, в которых задействованы дети и среднее звено в разной возрастной категории. В нашем также Доме культуры очень пользуются спросом, скажем так, бильярд. Информационно-развлекательные программы у нас проводятся в субботу. Это не только дискотека, но мы предлагаем и конкурсы, и всевозможные. Даже и эстафеты молодежь очень активно принимает участие. У сего в 2018 году в Рачицкий район прибыло 254 специалисты, 63 из которых працуют в сельской господарце. Гана Коральчук, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель» из Рачицкого района.